Чё ты делаешь? А ты не догадываешься? Пишу письмо. Это и не наглядный Хелли. Только что там писать, я не знаю. Ну, напиши, что типа, мол, давай встретимся там-то-там, за какое-то время, ну и подпись РИС. Не слишком банально. Девочки, а что вы тут делаете? О, ты вовремя. Может, лучше поможешь нам письмо написать? Девочки, а что вы тут делаете? Будет это лето с нами, а не где-то. И в каждом, и во всей красе. Светлые деньки и никакой преграды. Мы ждали целый год, ни лучшего не надо. Мы в Польше и вот так лету будем рады. Вместе сожигать! Вместе скажем только так. Смотри, гуляет лето в полный шаг. Здесь рок-н-ролл и в чёрт кусок. Увидишь всё в пустяк. Каждый знает это сам. И экзамен этот долгий станк. Остальное всё в пустяк. И только так. Только так. Только так. Так. Знает это лето. Разные приметы. Нам их долго не забыть. А мы в Росте стали. Лето только знали. Будем по приметам жить. Светлые деньки и никакой преграды. Мы ждали целый год, ни лучшего не надо. Мы в Польше и вот так лету будем рады. Вместе сожигать! Вместе скажем только так. Смотри, гуляет лето в полный шаг. Здесь рок-н-ролл и в чёрту сон. Увидишь всё в пустяк. Каждый знает это сам. И экзамен этот долгий станк. Остальное всё в пустяк. И только так. Только так. Вместе скажем так. Этим летом рады. Лёгок каждый шаг. И только так и надо. Только так и будет. И пошёл процесс. И длиться, длиться этот день. Здесь, здесь, здесь. Письмо, интересно, кому? Письмо это Хейли от Риса. Ну что? Ты всё-таки решила сделать это? Конечно, я же сказала, что она должна быть одна. Там-то мы, точнее я там с ней не расправлюсь. Я же не прошу тебя сходить со мной и расцарапать ей морду. Как-то Лёгкси сказала писать. Ну-ка продиктуй-ка. Эвелина, женщина, ты что, с ума сошла? Что такое? С тех пор, как у вас произошёл маленький инцидентик с Кейлом, ты теперь, блин, целыми днями лежишь в ванной. Я в печали, Зар, тебе не понять. Конечно, ты что, стала русалкой? Боже мой, хватит, Эвелина, это всего лишь какой-то маленький хмырёнок. Маленький, нифига себе маленький. Ну, я не про рост, я тебе вообще говорю. Но он такой классный мужчина, Зар. Как будто он единственный мужик на земле, я тебя умоляю. Они с Дарком сделаны из одного теста. Я их знаю, блин, больше, чем свои волосы. Так что давай вставай и пошли тыц-тыц-тыц танцевать. Зар, у тебя что, переходный возраст? Ну, это лучше, чем лежать в ванной и нюхать розы. Хорошо, сейчас встану. Рен, я хотела у тебя спросить кое о чём. Ну, так спрашивай. В общем, мы с тобой общались, и ты мне не рассказывала, что ты... Ну, как бы так помягче. Другую ориентацию... Ну, в общем, голубой. А, всё-таки ты... Как ты узнала? Ну, в общем, мы с тобой общались только о музыке, и о других темах мы с тобой вообще не переписывались. Кстати, я тебя хотел кое-что спросить. Вы ещё в какой компании гуляете? Мы? Не знаю, но можно считать то, что мы гуляем с Мэйган и Софией. У нас мама с ними познакомила. Ммм, неудивительно. А зачем тебе? Я хочу влиться же. Я же хотела познакомиться с твоей строй поближе. А, ну да. Ты только будь поаккуратней. После того, как она узнала, что ты... Я понял. Ну, вот. Блин, я в шоке. А, привет. Рен, нам было поговорить с тобой. Без обид. А, окей. Ладно, Рен, созвонимся. Пока, Ярик. Я хочу тебе больше сказать. Ну, договори. Насчёт Аси. Ну? Как тебе сказать? Что-то ты не обиделся. Говори лучше прямо. Мы с ней теперь вместе и... Ты встречаешься с девушкой. Да. Ну, окей. Это спокойно. Главное, что это не моя сестра. Прекрасно, тогда... А мне нравится Марго. Рен, там всё в порядке? Со мной всё в порядке. Мои весёлые медузы. Мои похожи на арбузы. Мне письмо пришло. Ну чё, давай посмотрим. Хэлли. Я так бы хотела увидеть тебя вновь. Давай встретимся сегодня на том месте, где мы гуляли в тот раз. Ты так смеялась, я поймала тебе бабочек. В 15.01. Твой рис. Это рис? О. Он просит о встрече. Он бы ещё голубя послал. Я же рассказывала. У него же нет телефона. Блин, Эмин, ты какая-то не это... Недалёкая. Слушай, давай мне скейт, и я покатала. Покатала. Покачу. Всё намного проще, чем мы думали. Брачи говорят, что тебе всё хуже. Мои браты, они всё так же не везёт в любви. Ну это просто невозможно. Мне опять смс-ки пришли на телефон, в контакт, вас, куда угодно. Я уже не могу, блин. Всё, сейчас позвоню Максиму, последний раз проверим, и всё. И нахрен всё это. А ты не думаешь то, что это и есть, Максим? Ты с ума сошла? Ну а что? Он постоянно тебя зовёт гулять, ты его постоянно с собой таскаешь. Может, он просто стесняется и такими действиями хочет как-то с тобой сблизиться. Ой, блин, Саш, да ладно тебе. Он постоянно ведёт себя со мной как с подругой. Если бы он чего-то хотел, он вёл бы себя по-другому. Ну ладно, может даже ты и права. Тебе же лучше знать, ты же с ним общаешься больше, чем мы. Да, пойду ему позвоню, проверю и вернусь тогда. Мне тоже так показалось. Не может же он и пойти с ней, и прийти к ней навстречу. Вот-вот, я о том же. Ну что, пусть Лана сама разбирается, лучше мы не будем в это лезть. Не похуй тебе, Хелли. Владос? Привет, Хелли. Не ожидала меня здесь увидеть? Неа. А Рис был тут? Нет. А встречи тебя попросила я. Почему именно так? Я могла бы и так к тебе приехать. Есть разговор. Ты отстанешь от моего Риса или нет? Ой-ой-ой, Влада. Моя рука, не трогай меня. Ой, блин. Я сейчас на работу буду поз... Валя. Что ты сделала с собой? Ничего, мама. Мне нравится. И вообще, я ухожу. Что? Да я тебя сейчас в доме запру. С ума сойти. Запрет она меня, да я в окно выпрыгну. Девки. Что такое? Вы мне не поверите. Оказывается, это письмо написала Владислава. Эээ. Лей. Она, оказывается, со мной хотела встретиться и разобраться поудуриться. Ну. Да. Что мне там бороться с малолетками? Я их не понимаю. Ну, в общем. Проблема в другом. В чем же? Видимо, она хотела как-то покалечить меня. Она меня ударила и обожгла об меня руку. Оу. Сейчас она побежала к своим жаловаться. Надеюсь, что они ей не поверят. А если у нее ожог остался? Ну, блин. Ну, сами посудите. Как можно было от человека обжечь руку? Может, они реально ей не поверят. Ой, я не знаю, у меня теперь дрожь в коленках, в мозгу непонятно шо. Будем надеяться, что они ей не поверят. У меня ноги отваливаются. Я так давно не каталась носки. Кстати, мне так понравилось. Неважно, есть у тебя парень или нет, ты все равно должна выглядеть красиво. У меня ожог. У меня ожог. Не нужно получать, трогать раньше времени. Это Хелли. Что? Это Хелли. Я обожгла в нее руку. Этого не может быть. Успокойся. Давай мы тебе помажем что-нибудь от ожога. А поподробнее. Я... Я хотела ее ударить. Она... Она... Мне очень больно. Мы пойдем с Алиной за кремом сходим от ожогов. Сейчас принесем. Слада. Вот. И когда... Даже не домофон. Сейчас. Проходи, проходи. Кирилл. А ты еще с Русаком-то? Я из дома сбежала. Что? Почему? Я знала, что так будет, потому что я никогда не могла улжиться с матерью. Да, она у тебя просто... Она влепила мне пощечину. За что? А то, что я ей глаза на правду открыла. Я сказала, кто они есть на самом деле. А я тебе говорил. Можно я у тебя буду жить? Конечно, Олесе все равно не бывает. А у нее комната очень большая. Поспишь на ее кровати. Привет, Ром. Привет. Так что не переживай даже. Ладно, покажи тут, где ее комната. Хорошо. Опа. Ты понимаешь это? Да. Либо Влада, либо Хелли Марс. Либо Хелли защищалась, обожгла ее. Либо Влада, не зная своей силы, сама себя обожгла. И как нам, блин, это все проверять? А может это... Эти двое знают. Фемра и ее чокнутая подружка, которая выдает себя за Айси? Точно, может мы Джессикой и проверим. Она же общается с этой недалекой Хелли. А может она все знает. Нужно как-то найти ее, поймать и все выяснить. Почему это они нас допрашивают, но нам ничего сами толком и не рассказывают. А они же якобы делают все. Ищи мазь эту. А я пойду найду. Эти двоих. Волф, ну я что, зря тебя для Закара кремом намазала? Почему майку-то напяли? Да я и так смогла. Ты вообще на рынок посмотри. Нашелся с кем сравнивать. Я хочу, чтобы ты был загорелым. Рен, ты с нами раньше так много не гулял. Просто решил с вами погулять. Да ну. Почему бы и нет. Да. Может на этой причине есть. С чего ты взяла? Ну не знаю, ты там сколько взгляда не сводишь. С кого? Тебе показалось. Да ну. Да. Конечно. Ну правда показалось. Почему в ванной не составить компанию? Какая же жара. Да, ну ты посмотри, как тут классно. Тут можно пофоткать тебя везде со мной. О да, принцесса. Тебе это определенно нравится. А кое-кто с тебя взгляда не сводит. Кисенок. Я про Рена. Я не понимаю, о чем ты. Смотри, как красиво. Он спрашивал о тебе. Кстати, я узнавала у него кое-что. Да, он действительно голубой. Ну походу ты ломаешь систему, сестренка. О, сестер. Мэгона, а что ты без Романоча? Он дома остался. Че так? Ну не знаю. Сейчас я. И вот тогда я просто взяла этот цветок и срубила. Это тебе. Да, ну. О, фиолетовый цветок. О, Ярику подари. Она обожает этот цвет. Ну... Яр. Спасибо, Рен. Ну че, Рен. Девушками сложнее, да? Да, я думала, как-то проще будет. Угу. А ну-ка сложнее. Ну, тебе-то и не знать. О, да. Ну, оно у тебя хотя бы адекватное. Что поделать? Каждому свое. Мне тяжелее еще по другой причине. Ну да, ты привык, что за тобой ухаживают? Не, не в этом дело. А в чем? Ну, знаешь, таких людей, которые гомофобы. Ну да. Ну вот. Ладно. Ладно. Как-нибудь разберусь. Кто ты и как ты здесь появилась? Я? Добрый ведьмобродзилс. Джей Джадор. Я знаю все о любви и знаю, что тебя тревожит, Максим. Я могу тебе сказать, что у тебя все будет хорошо. Твоя влюбленность, она взаимна. И не печалься по этому поводу. Вы сойдетесь, и у вас будет прекрасная семья. Откуда ты все знаешь? И почему я должен верить тебе? Потом ты все поймешь. Просто не нервничай. Пипец. Кирюха сказала, что подойдет сейчас. Ты с ним потом одешь? Нет, ты же, я тебя не брошу. Пойдем в парк погуляем все втроем. Привет. Вуаля. А че это ты с Кирюхой? Я теперь его новый жилец. Да. Не понял. Это че у вас? Ты че? Ты знаешь ее маму ведь? Нет. Да? А, малышева. Точно. Ага. Просто ты вообще отличаешься от них. Вот поэтому она и сбежала оттуда. Прикольно так видишь. Спасибо. Сбежала. Понимаешь, да? У нее же бабуля адвокат. Бабуля адвокат, мама на телевидении, тетя там. В журнале. Угу. Прекрасно. Привет, Катюха. Привет. Ну что, тогда вчетвером погуляем? Да, вчетвером. Пойдемте в какое-нибудь другом место сходим. Вот они, типичные лучшие друзья. Да. Я просто не выдержала этого напора матери. О-о-о. Понимаю. Я так старалась быть сдержанней и говорила там, ну, в общем, милая старалась, милой казаться старалась. Потом не выдержала и высказала и мамке, и тете, что я о них действительно думаю. Мамка влепила мне пощечину и на следующий день я собрала вещи и вот ушла. Я не знаю, что она теперь предпримет. Мне очень страшно. А у меня мама заставляет меня работать и сама деньги у меня отнимает. Что? Угу. Нифига себе. Перед тем, что мне даже не 14. Это же вообще нереально. Сейчас работу найти, даже 18-летним тяжело. Угу. Я вот у знакомых попросилась. Они представляют, как будто мне якобы 18. Это очень большая ответственность для них. Угу. Потому что если придет комиссия, то сразу все накроется. Из твоих родителей штраф сдерут. Из магазина. Ты же в магазине работаешь. Да. Я просто слышала об этом, не Кирилл рассказывал. Вот так вот все весело, блин. Я надеюсь, что она не найдет меня у Кирилла. Хотя моя тетя, блин, Варька, знает то, что я с ним общаюсь. И она рассказала моей матери. Мать на меня, кстати, из-за этого и наорала. Ну, как бы с этого все началось. Да он в обиду не даст, тем более там Рома. Рома. Спотичный мальчик. Лагуна, дорогая моя. Что? Это так не может больше продолжаться. О чем ты? У тебя что, сын появился? Угу. Я про риса твоего. Ай, ну я должна была помочь русалкам. Лагуна, его мать. Не какая-то там русалка, она королева. Ну, холодных лишь морей. Холодных больше всего. Ты должна думать об этом. Ну, и не оставишь же их просто на произвол судьбы, ведь им угрожает сама королева русалок. Ты понимаешь, что если они вяжут тебя в это, ты можешь пострадать? Хватит. Но Хан... Даже разговаривать об этом не будем. Ты моя младшая сестра, поэтому ты должна меня слушаться. Хорошо, я поговорю с Вин. Да, это больше не может так продолжаться. Вайперы? Жаль, конечно, что я тебе фотки показала. Я хотела тебе его вживую представить. Ничего, фоток достаточно. Я поняла, как он выглядит. Ну ладно. Подруга, ничего такой. Вкус у тебя есть. Элис. Что тебе? Куда ты постоянно мотаешься? Мне вот интересно. Постоянно хлопаешь дверью. Что вчера поздно вечером ушла, потом поздно вечером пришла. Ты что, кейл изменяешь? Я тебя умоляю. Нет, конечно. И вообще, это не твое дело, Аника. Кстати, мне пора. Спасибо, что напомнила. И у меня будет просьба. Что угодно. Если Тиффи что-то понадобится, принеси ей это. Как ты с ней уживаешься? Без понятия вообще. Тиффи, дорогая, как ты себя чувствуешь? Ой, кошечки помогают. Ну и Яночка для нашего журнала Стайл. Не переживай. Раскрепостись перед камерой. Виола, спасибо тебе большое за такую отличную фотосессию. Ой, да пожалуйста, девочки. Всегда приятно поработать с такими. С прекрасными. А что это такое? А, Ян, это тебе. Там написано, насчет какая сумма придет за фотосессию. Я вот это хотела тебе вопрос какой-то задать. Нифига себе. А что такая большая сумма? Привыкаешь, что ты звезда. Ого. Нет, все. Мне надоело. Мы опять туда пошли, там никого нет. Все, я больше не буду покупаться на это дерьмо. А Максим что твой говорит? Ну, может, он слишком стесняется. Да достала меня уже. Как дура бегаю. Тайра, нужно тебе поверить, это у Максима. Мало ли, вдруг это правда он. Вот ты отрицаешь все возможные варианты. А может, это реально Максим? Как он так говорит, что стесняется? Может, он реально стесняется? А нахрен надо описать всю эту лбуду, чтобы нервы мне потрепать, чтобы я бегала как идиотина. Ему нравится, что ты берешь его постоянно с собой. Нравится ему. Ой, ну как хочешь. Конечно, дело-то твое, но я тебе просто советую. Я-то знаю в этом дело. Да, ты сначала думала то, что он за тобой бегает. Ничего я не думала. Ну все, отстань. Я тебе предложила, что хочешь, то и твори. О, какие боли. Влад, я вообще не понимаю, почему ты к ней лезешь? Ой, Рис, ты еще защищать ее будешь, да, теперь? Я ее? Получается, наоборот, раз ты об ней руку обожгла. Ну да. Хватит, мало ли, что еще случится. О, какие боли. Она вообще офигевшая. Дела ни за что. Конечно. Слышала я тут ваши разговоры. Что ты слышал? Что ты нарываешься на нее? Ничего я не нарываюсь, не поговорить хотела. Она вон что творит. Вообще не знаю, как это вышло. Что-то мне эта Хейли прямо теперь еще больше не нравится. Вот и не лезь к ней. Да? У меня теперь, наоборот, азарт узнает, что она такая за девка. Что она такое творит. Тебе разве не интересно? Ну, потом поплачешься за это. Ой, да это... Рис, давай я как-нибудь сама с этим справлюсь. Угу. Спасибо за твою заботу. Лучше бы пожалела меня, чем свою Хейли выгораживать. Посмотри, он опять так же делает, как я. Еще спрашивает, почему я так делаю. Вообще капец какой-то. Это ужасно. Я чувствую, что кто-то хочет потусторонним в наш мир ворваться. И сегодня что-то будет. Потусторонний. Ты что-нибудь чувствуешь? Я ничего не замечаю, а перед этим... Нет, я ничего не чувствую. Если бы что-то было, тени бы мне это сообщили. Я же постоянно в тенях. Может, ты перечитала эту книжку? Нет, я не перечитала эту книжку. Я что-то чувствую. Вы в этом сегодня убедитесь. Может, сегодня все-таки будет сенсация? Я... Что очень странно. Ты такая интересная. Эта мама нам каши сварила. Ого, вы старались гладить. Не могли поговорить внутри, Джессика. Потому что там очень жарко. Пап, ну ты видишь это безобразие. Я ничего не могу поделать. Это моя сестра. Когда это закончится? Ну ее уже удочерили. Ну я уже подыскала квартиру так, что не переживала. Ах... Поскорей бы они съехали. Джессика, Джессика, Джессика. Сторви? Давай без этих имен. Что ж ты нам не сообщила, что эти ненормальные кошки к тебе переехали? Мы не можем теперь в астрал попасть. Понимаешь? А нам нужно поговорить с Темным Величеством. Зачем это? Не твое дело это уже. И кстати, я к тебе за делом пришла. Что ты знаешь о воинах? Войнах... Ничего. Да ну. Сегодня Влада, а Хелли руку обожгла. Кто из них воин огня? Да. Если вы будете с нами сотрудничать, тогда я буду делиться с вами этим. Так что лучше подумайте, прежде чем с нами так разговаривать. Зар, мне позвонил сейчас Кейл и сказал то, что его Элис куда-то ушла, и он позвал меня гулять. Я вот думаю, соглашаться или нет. Конечно, да. А то потом будешь пищать то, что вот я не вспомнил свой шанс. А ты еще говоришь, что он тебя обиделся. Я просто боюсь реакции Элис. Ой, да хрит, это Элис. Ладно, тогда пойду перезвоню ему и скажу, что я согласна. Давай беги. Ну что, как дела? Нормально. Только почему он ее зовет, а не меня? А ты ему надоел. Спасибо, любимая, пожалуйста. А ты мне не надоел. Всю жизнь мечтала об этом. Асенька. Угу. О, люблю, когда ты готовишь. О, спасибо. Кстати, принес себе твою любимую шоколадку. Ты не перестаешь меня баловать, Станя. Ну что значит, перекусим и гулять? Я не против. Вот, видишь, как сзади смотрится? Обалденно. Блин, Эбби, ты просто... У тебя талант. Правда, твои черные корни отросли за то время, пока мы тебе волосы осветляли. Я не знаю почему, но мне нравится. Ладно, спасибо, пойду я. Девчонка похвастаюсь. Давай, я пока все разберу тут. Ой, вот, все убрала. Сейчас только банку из-под осветлителя надо помыть. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы лето не забудем Мысль одна Добить его до нас И это будет просто Мысль скажет только так Смотри, гуляет лето в полный шаг Здесь рок-н-ролл и в черту сон Увидишь все пустяк Каждый знает это сон И экзамен этот долгий сдан Остальное все пустяк Гуляет лето в полный шаг И это лето нам не враг И только та О, и только вся Субтитры сделал DimaTorzok